Итак, заканчивается многодневное слушание по делу об убийстве крупного предпринимателя Валериана Чихонцева. Это преступление всколыхнуло общественное мнение нашего города. Напомню, что на скамье подсудимых находятся двое. Это сын убитого, Викентий Чихонцев и охранник Белов, его подручный. Суд вёлся в закрытом режиме, но теперь прессу допустят на оглашение приговора. Мы, как и вы, с нетерпением ждём этой минуты. Как видим, защитой не было представлено ни одного. Заслуживающего внимания довода против обвинения выдвинутого Чихонцеву и Белову. И напротив, улики и свидетели обвинения полностью доказали виновность обвиняемых. Валериана Чихонцева убили, и это сделали Викентий Чихонцев, его сын, и охранник Дмитрий Белов. У меня всё, товарищ судья. Я протестую, товарищ судья. Мало того, что этот незнакомый нам человек предвзято осветил некоторые эпизоды дела и позволяет себе делать подобные громкие заявления. Где прокурор Мухин? Я уже информировал, что Игорь Генрихович Гербер заменил прокурора Мухина в связи с тяжёлой болезнью последнего, о чём свидетельствуют соответствующие медицинские документы. Гербер в полной мере ознакомлен с материалами дела, так как вёл его вместе с Мухиным, как помощник. Ваш протест отклоняется. Так, я прошу тишины. Прошу тишины. У вас есть ещё что добавить? У меня всё, товарищ судья. Суд выслушал доводы сторон и показания свидетелей. Суд удаляется на совещание. Встать, суд идёт. Олеся, держи себя в руках. На нас смотрят. Пресса в зале. Не хватало, чтобы завтра написали, что моя дочь оплакивает убийцу. Папа! А твой Гербер молодец. Смотри, как провёл дело. Из него будут большие люди. Во-первых, это не мой Гербер. Постараешься, будет твой. Встать, суд идёт. На основании вышеизложенного, руководствуясь главой третьей уголовного кодекса Российской Федеративной Социалистической Республики, суд приговорил Чухонцева, Викентия Валерьяновича и Белова Дмитрия Васильевича признать виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом Н, статьи 102 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить им наказание в виде 15 лет лишения свободы каждого в исправительно-трудовой колонии Усиленово. Отпустите меня! Я не убивал его! Отпустите! На этом заседание суда... Я не убивал! Прошу считать закрытым. Сука, Гербер! Я тебя достану! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Тихо, 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 иди сюда! Иди! Алло, ну я. Какой Браун? А, да-да, понял, буду. Пока, пока! Ой-ой-ой, ну хватит, хватит, хватит. Хватит работать. Держи. Ничего себе! Тебе ж вчера надо было все сдать. Все нормально. Главный — поправки внес, до девяти как-нибудь успею. Редакция журнала «Дело жизни». Слушаю вас. Здравствуйте. А Алену Владимировну можно? А кто ее спрашивает? Деловой курьер, главный редактор. Деловой курьер? Да. Главный ре… Главный редактор? Да-да-да. Да. Алена Владимировна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вас беспокоит главный редактор журнала «Деловой курьер». Георгий Грушин. Очень приятно. Я читал ваши статьи, мне очень понравилось. Вы пишите легко, аргументированно, со знанием дела. Спасибо за комплимент. Поэтому мы хотели бы вам заказать цикл статей. Сумма гонорара — две тысячи долларов за одну статью. Пятьдесят процентов. И к тому же мы перечислили вам пятьдесят процентов сразу же, буквально через полчаса, если вы согласитесь. Щедро. А какая тема? Первый герой вашей публикации будет юрист. Игорь Гербер. У его компании завтра десятилетний юбилей. И ваша статья — это будет наш ему подарок. Подождите, скажите, кто? Кто ваш первый герой? Игорь Гербер. Компания «Гербер и партнеры». Ведет резонансные дела. Ну, ручаюсь, вы о нем слышали. Да, я его знаю. В смысле, знала. Давно. И что, говорите, он успешен? О, еще как успешен. Вы даже не представляете себе, насколько. Он просто виртуоз адвокатского дела. Ну, так что, согласна? Нет. Как нет? Алёна Владимировна, вы меня, наверное, не поняли. Я вас поняла. Я очень хорошо вас поняла. Но и вы меня поймите, на мне отдел регионального журнала, а я, точнее, вы, вы свалились, как снег, на голову. В общем, очень щедро, но нет. Судя по выражению твоего лица, полный облом? Да. Резкая бабенка. Но и я не пацан. Я даю ей на осмысление всего, от чего она отказалась, восемь с половиной минут. Ну-ну. Что с тобой? Ты что, в космос летишь? Хуже. Я должна, в смысле, ничего не должна, просто они хотят, чтобы я написала статью. Об Игоре Гербере. Тот самый? Из романтических юношеских снов? Столько лет прошло, Господи. А что мне делать, а? Что делать? Маникюр, педикюр, визажист, парикмахер и весь мой гардероб — все в твоем распряжении. Поняла? Ир, какой визажист? Какой маникюр? Ты слышала, я отказалась. Ну и дура. Так, звоним, скажу, что я поеду. Я такого шороха не еду. Я через месяц у них работать буду. Поняла? Наверняка опять он. Ты хорошо подумала, прежде чем отказаться? Хорошо. Я загадала. Если они согласятся на мои условия, я поеду. Но они не согласятся. Они что, сумасшедшие? Ир, звонят. Трубку возьми. Угу. Подожди. Алло. Алена Владимировна, это, конечно, нонсенс. Такие предложения обычно дважды не делаются. Но для вас единственное — я сделал исключение. Подождите. А вы щедрые. Или щедрые. Щедрые. Но… Алёна Владимировна, просто ответьте, да или нет. Я приеду. Но за тройной гонорар. Хорошо. Надеюсь, на соответствующий результат. Согласилась? Да. Но вам придется раскошелиться. Молодец, Алёна. Согласилась? Это хорошо. Знаешь, Георгий, я заметил одну закономерность. Если на день намечена куча дел, смотри, как удастся первое. Получится. Значит, и остальные срастутся. Нет, не трепыхайся зря. Получается, наше первое дело срослось. А я другую закономерность заметил. У меня вообще проколов не бывает. А я прошлой ночью проснулась. Так захотелось, чтобы ты был рядом. Лежала и думала, пройдет несколько часов, и мы с тобой встретимся. Так и лежала. Считала часы. А я иногда смотрю на себя в зеркало и думаю, ну вот что ты во мне нашел? Ведь я не такая красивая. Дужин, да? Для меня есть только ты. В тебе свет какой-то. Ты, ты как солнце. Вокруг все серое-серое. А твои лучи проглянуты и станет все другим. Кстати, ты мне обещал рассказать про эту коллекцию. Ну, это дед собирал, он историком был. Вот шлемы кольчуга, они настоящие. Мечи на стене, это рыцарские. А вот внизу самураевские, они из Японии. Но правда копия. А вот это монгольский шестипер, он настоящий. В нем внутри нож. В нем магия какая-то. В руку берешь, и силу чувствуешь. Ёлки. Что такое? Да я совсем забыла, у меня же через час встреча. Господин фон Браун, это тот человек, который помогал все последнее время тебе и твоей матери. Кстати, это он оплачивает твою учебу в университете. Здрасте. Это он оплатил. Давай еще. Весь ваш кредит за квартиру. Ну что ж, пришло время познакомиться лично. Здрасте. Присаживайся, Стас. Играть умеешь? Не, я первый раз в казино. Ну, это дело не хитрое. Андрей. Меня зовут Виктор. Георгия, наверное, рассказывал, я друг твоего отца. Я чувствую себя в долгу перед ним. Дело это давнее, ворошить не хочется. Он мне очень сильно помог. Можно сказать, жизнь спас. Ну, а ты? Расскажи о себе. Ну, а что рассказывать? Мы с матерью переехали из Глухого в новую квартиру. Ну, вот учусь. Про отца, наверное, знаете. В зоне погиб при побеге. Но мать говорит, что он ни в чем не виноват. Он действительно не виноват. Тебе нечего стыдиться. А вы, наверное, меня позвали долг стребовать, да? Мать говорила, что это вы деньги даете. Нет, я все отдам. Не сразу, конечно. Бабки солидные. Я буду работать. Мне нравится, что ты такой ответственный парень. Смотри. Выиграл. Теперь о долге можешь забыть. Знаешь, люблю решать дела за карточным столом. Да ладно, вы что, серьезно, что ли? Абсолютно. Ты где служил? ВДВ. Стрелять приходилось. Ну, приходилось. Как мать? В религию ударилась. Говорит, за отца молится. Жалко ее. Мне нравится, Стас, что ты заботишься о матери. Переводись на заочный, иди ко мне в фирму, в охрану. Мне нужны свои люди. Подумай. Да что тут думать-то? Я согласен. Вы скажите, когда приступать? Да хоть сегодня. Георгий все объяснит. Спасибо, Андрей. А теперь я тебе расскажу, кто виновен в смерти твоего отца. Игорь Гербер. Это имя тебе знакомо? Слушай, Денис, я Никите обещала погулять. Пойдешь с нами? А то его нужно поддержать. Он весь такой расстроенный. Не вопрос. С будущими родственниками нужно дружить. Хорошо. Тогда через два часа в парке. Принеси мне, пожалуйста, мои вещи. А еще закажи такси. Хорошо? Будет сделано. Да-да. Здравствуйте, шеф. Вызывали? Да, Глеб. Я хочу, чтоб ты в мое отсутствие проследил за делом в порту. Фон Браун может подать на апелляцию, а мне нужно срочно лететь в Париж. Какие распоряжения по Брауну? Инна, сделай нам с Глебом кофейку. Факты ты знаешь, аппетиты у Брауна завидные. Кстати, он мне вчера угрожал по телефону. Но мы стоим и стоять будем. Нас голыми руками не взять. Так что хэру Брауну придется хорошенько покрутиться. Да. Да, Инна, спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Глеб. Да. А теперь в деталях и по порядку. А, да. Хэллоу. Хэллоу, миссис Хербер. Да что тебе надо? Пусти. Как дела? Убери. Слушай, Белов, если ты не перестанешь за мной следить, я расскажу отцу. А что ты ему расскажешь? Все, что ты не даешь мне прохода, пристаешь, выслеживаешь. Ты русского языка не понимаешь? Неа. Да, интересно, как отреагирует твой папаша, если узнает, чем тут занимаешься. А? Чем тут занимаешься? Если не ошибаюсь, это же квартира Дениса Васильева. Телефон убери. Ты сказала, отпусти. Вот так. Что ты хочешь? Вот это другой разговор. Люблю деловых женщин. Во-первых, у меня есть имя. Во-вторых, чего я хочу? Ну, то же самое, что даешь Васильеву. Козел. Сучка герберская. Куда? В поликлинику. Ну вот, опять что-то забыла. Илов? Привет. Илов, ты чего? Вот так вот. А то рожа у тебя, Васильев, слишком довольная. Сейчас мы это поправим. Только подойди, понял? Ты что, боец, что ли? Чего ты? Вот тебе солдафонский прикол. Нравился? Еще раз я тебя возле Юрьки увижу, я тебе другое покажу. А оружие-то, Васильев, не для тебя оно предназначено. Бывай. Дританьян. Вот черт, а. Так, а где это? Где же птичка это? Хлама столько. Мы, Алёна Васильева и Игорь Гербер, а? М? Клянемся быть вместе всегда. Мама, ну ничего себе. Гербер. 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 Я так люблю Игоря. Не понимаю, почему он меня оставил. Сердце болит, мысли путаются. Но мне нужно выжить. Я не одна. Если у меня родится сын, он обязательно будет похож на него. Ведь я постоянно думаю о нем, вспоминаю каждый поцелуй. Каждое прикосновение. Каждое прикосновение. Мой отец Гербер. Музыка. recht Room. Hού. Жена там там я вообще неdefense. Музыка. Музыка. Рай, пусть угодит, жена ты الل boosting его… Италием. Музыка. Д climат, вернул, гягорька. Головный живот, в 축 μου affairs. Музыка. Ура, пустьpiece, тебес, тебекнуть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Здравствуйте Здравствуйте Пожалуйста, присаживайтесь Спасибо Спасибо Я тебя люблю Садитесь Цветочки Коленочки сюда Подбородок выше Рука на плечо Я тебя тоже очень люблю Приготовились Внимание, улыбаемся Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нам нужно с тобой поговорить Судя по взволнованному голосу Ты или хочешь сделать мне предложение, на которое я заранее согласна Или ты набил морду Белову и хочешь передо мной похвастаться Да, Белов был у меня, мы подрались Но я не об этом А, ну, ты хочешь со мной расстаться? Но предупреждаю сразу Это навряд ли у тебя получится Потому что мы Гербера своего не отдаем Юля, у меня есть для тебя новость У меня тоже есть для тебя новость Но я еще подумаю, сообщать тебе ее или нет Потому что мою новость тебе придется заслужить Кстати, до нашей встречи в парке осталось 40 минут Да, да, я помню Да, давай, время пошло Да прекрасно долетела, прекрасно Даже не заметила, как время прошло Ира, честно говоря, я сомневаюсь Да, сомневаюсь Ну, зачем я сюда приехала, а? Непонятно Мне нужно было лететь Ой, только не ругайся, я тебя умоляю Я и так волнуюсь Сказка все это Ну, ты представь, я и Гербер 20 лет спустя Прям как у Дюма Только вот конец, какой будет у этой сказки Никому неизвестно Ну, естественно, я тебе расскажу В лицах и мельчайших подробностях Ну, давай, давай, все, пока Пока Ты уже поел? Нет, Глю Усал уже Не поняла, переведи Я не могу, у меня кацинец на ворту А проглотить ее слабо? Нет Ты посмотри, сколько мне Маргариты наложило Я же не слон Я не смогу столько съесть А мне кажется, что ты немедленно все съешь И очень быстро не успею я досчитать и до пяти Ну, за что и никогда Ах так, хорошо Внимание, внимание Жители сказочного королевства Слушайте И не говорите потом, что вы не слышали Если ты быстро съешь, что тебе навалила Маргарита То мы с тобой немедленно пойдем В баулинг? Ну, почти В парк Ты возьмешь с собой Боньку и Клайда И там я познакомлю тебя с очень хорошим молодым человеком И вы подружитесь Привет, ребята Приятного аппетита Спасибо Пап, а мы сейчас с Юрькой идем в парк Парк — это хорошая идея Юль, я очень рад, что ты уделяешь внимание младшему брату А как я рада, что ты еще помнишь, что у тебя есть сын Заметь, к себе внимания я не требую Юля, ты же знаешь, как я занят Кстати, как у тебя дела в институте? Два-ноль в твою пользу Ты даже помнишь, что твоя дочь студентка? Ась Прости, я была не права Ты прекрасный семьянин Юль, ну что ты к нему пристала? Пап, мы сейчас идем в парк с Боней и Клайдом А хочешь пойти с нами? Я тебе дам Боньку на поводке Ну, Кита, папа не успел тебе ответить, но я отвечу за него Папа очень занят И пойдет с нами как-нибудь в следующий раз Ох, Юлька Колючка, а можно я тебе что-то скажу, а, Юленька? Попробуй Я тебя очень люблю и хочу, чтобы ты об этом знала Скоро ты станешь совсем взрослой У тебя появится семья, дети Вот тогда, я надеюсь, ты сможешь меня понять и простить Папа, ты извини нас, но у нас с Юлькой очень важное дело Давай, давай, бегите Мы поговорим с тобой как-то в другой раз Хорошо, хорошо, хорошо Всего хорошего вам Удачки До свидания Дениска, ты где? Денис Сынок Все по-старому Все по-старому Алло Олеся Ивановна? Да Здравствуйте Мой долг сообщить вам, что на празднование юбилея фирмы вас ждет сюрприз На праздник приглашена журналистка Алена Васильевна Первая любовь вашего мужа И по нашим сведениям, она не замужняя А с кем я разговариваю, черт побери? Олесь, тебе еще долго? Неудобно заставлять ждать людей? Помоги мне, пожалуйста, с бабочкой, а? Очень интересно, куда ты торопишься Ты же мне обещала Ну что ж ты такое творишь опять, а? Лет какой-то Я тебя обещала, а ты мне что, обещал? Много чего обещал А в итоге я сижу тут одна целыми днями, как дура А ты сиди как умная Пить брось Займись детьми Найди себе какое-нибудь занятие, в конце концов Вышивай гладью, книги пиши Кто бы говорил Дети тебя вообще не видят Никита уже не помнит, как ты выглядишь И Юльку пора уже приструнить Она хамит матери Она бы не хамила, если бы мать у нее была нормальная Сколько можно пить-то? Посмотри на себя, ты в алкоголичку превращаешься А тебе не все равно, в кого я превращаюсь Ты же меня в упор не видишь Ты когда последний раз со мной спал? Я для тебя что, выставочный экспонат, да? Вывел раз в год в люди И все, че, а? Похвастался Похвастался чем? Чем? Ты посмотри на себя трезво, Олеся, посмотри Ненавижу, все мы с отцом сплели вокруг меня седем Плывали, как золотую рыбку Немедленно прекрати истерику Давай, одевайся, хватит уже Ты сама во всем виновата Никакая ты не золотая рыбка Ты глупая, ленивая курица Вот кто ты Я тебе дал полную свободу Хочешь на курорт? Езжай Шопинг по всему миру Пожалуйста, деньги в безграничном количестве Да другая бы на твоем месте Другая, вот, вот другая Понимаешь? Потому что ты меня не любишь Ты спеши видеть, чтоб на моем месте была другая Я тебя ненавижу Заткнись, идиотка Да не придет твой Денис Это еще почему А взрослые все врут Да не все взрослые врут, не надо Что я тебе говорила, вот и он Привет Привет Так, а это что, Белов? Да, типа того Нужно говорить, бандитская поля Никита, это Денис Денис, это Никита А чьи это классные старжевые псы, а? Мои, Бонни и Клайд Я сам их воспитал А она их в дом не пускает Нянька твоя, Маргарита проклятая Никита, я же тебя просила, что про Маргариту не надо так говорить Просила Все, что ты говоришь плохое, вредит только тебе А по поводу собак в доме, я попробую договориться с мамой, хорошо? Бонни Клайд Сидеть Ничего себе Лежать Сидеть Аборт Ничего себе Классно, они даже меня так не слушают Да, он такой Денис, а будешь моим братом? А, Денис? Для меня это честь, командор Ну, тогда обменяемся контактными телефонами, чтобы всегда быть на связи Вбей мне свой номер Никит Да ладно Давай Держи Ага Теперь мы будем всегда на связи А ты умеешь по сети в футбол играть? Да, вроде Ну, тогда сразимся Только чур, я за Манчестер Ладно, пока Давай Вон, Николаев, ко мне Что ты мне хотел сказать? Я Я Я потом А у тебя что за новость? Ну, раз ты потом, тогда и я потом У нас будет реальный повод для конкретной встречи Ладно Нам пора А вас, Васильев, я приглашаю на встречу ровно в девять в сквере перед университетом В клуб вместе пойдем Никит, я все время буду твои игрушки таскать Давай ко мне Ап-ап-ап Нет Сынок, я приехала Встретимся вечером Соскучилась, целую, мама А вот, Алена Владимировна, и наш клиент Удачи вам Спасибо Здравствуйте, господа, простите, можно я у вас на минуточку вашего хозяина украду? Позвольте А, извините Вы не волнуйтесь, я представляю деловой курьер Вам, наверное, должны были уже сказать, что я буду брать у вас интервью Алена, ты что ли? Не может быть Почему не может? Игорь, ты меня пугаешь, неужели я так изменила, что меня нельзя узнать? Алена, с ума сойти Как ты здесь могла оказаться? Двадцать лет прошло Боже мой, как я рад Ой, подожди, подожди, Игорь Геннадьевич, вы успокойтесь Давайте оставим эмоции на потом Я получила редакционное задание и намерена его выполнить Подожди, то есть какой редакции? Слушай, садись, давай садись Вот тебе отдельный столик Я ловлю тебя на слове Ты давай готовь свои вопросы Мне тоже есть тебя о чем спросить Извини, у меня телефон Только никуда, пожалуйста, не пропадай, хорошо? Я сейчас шигам, алло? Слушай, Олесь, мне это все уже надоело Я на корпоративной вечеринке Нет, слушай, ты можешь уже сюда не ехать Все, пока, пока Алло, добрый вечер, это Олеся Гербер Вы мне звонили по поводу фотосессии Да, я согласна Диктуйте адрес Так, какой журнал тебя направил? Мне заказал статью «Деловой курьер» Так что я здесь с редакционным заданием О, как А я направлю этому журналу деловому Ящик шампанского Я выступаю от имени хозяина этого прекрасного заведения Виктора фон Брауна Мы рады и счастья Кто хозяин ресторана, что он сейчас сказал? И поздравляем виновников торжества Фон Браун? Не может быть Глеб, Глеб Чья идея устроить наш банкет в заведении Брауна? А что такого? Вы с ним деловые люди Сегодня мы, завтра он у нас Слушай, еще одна такая выходка с твоей стороны И ты безработный Женский глаз нас не защитят Никакие адвокаты от заведения Торт А в свою очередь я бы хотел предоставить слово Главному виновнику торжества Игорю Генриховичу Дорогие друзья, спасибо Мы служим правосудию И рады, когда оно побеждает Что и случилось сегодня Ура! Ура! А первый кусок торта Я предоставляю отрезать вам Ну а мы все подходим Подходим, подходим, подходим Все идет штатно Понял, понял Все сделаю аккуратно У меня для вас приятная новость Правая рука Гербера Глеб Горшанин Я выяснил Он имеет касательство к нашему казино Подробности при встрече Хорошо Проходите, располагайтесь Может быть, чего-нибудь выпить Да, я бы выпила виски Ждите Никитка, посмотри, я как? Во! Угу Все, я убежала А ты куда? Китенок, миленький Я опаздываю Меня Денис ждет А, ну тогда скажи ему Что я в холод-дюте На третий уровень перешел Хорошо А где мама? Я не знаю Она тоже куда-то ушла Без папы Теперь ее тоже долго не будет Никитенок, миленький Ну, не грусти, пожалуйста Все, я побежала Давай А возьми меня Меня с собой И я мешать не буду И Денис будет рад Мы же теперь братья Да я бы с удовольствием Но мы пойдем на дискотеку А туда маленьких не пускают Ну и ладно О! Мне и даром не нужна ваша дискотека Я вообще не понимаю Зачем на нее ходить? И почему меня все бросают? Никита Я тебя никогда не брошу Ты у меня самый-самый любимый Запомни это Хочешь, я поговорю с Денисом И мы пойдем Твой любимый боулинг Обещаешь? Да лоб не моя селезенка Ладненька, ты меня не жди Я может у Ксюшки останусь Все, ложись пораньше спать Давай, я побежала Добрый вечер, госпожа Гербер Я представляю журнал Моделс Лайв Спасибо, что согласились Уделить мне время Игорь, ты не понял Да мне всего-навсего нужно Чтобы ты ответил На вопросы моего журнала Вот и все, понимаешь? Хорошо, хорошо Я тебя услышал Слушай, ты Нисколько не изменилась Все такая же Свободная и независимая Давай за это выпьем Хотя я бы сейчас С большим удовольствием Выпил бы За твою полную зависимость От меня Ну, здравствуй Викентий Даже не надеялась Что я тебя когда-нибудь Увижу Значит, ты меня еще помнишь Хотелось бы верить Что это память Любящей женщины А невиновницы А невиновницы Моего ареста Ведь трудно жить С нечистой совестью Не так ли? Викентий, что ты такое говоришь? Я Я всегда была уверена В твоей невиновности Я чувствовала это Ну, что такое чувство? Что такое чувство Против Против фактов Улик, свидетелей Даже когда у Гербера Появилась своя адвокатская контора Я просила вернуться К твоему делу Я просила тебе помочь Он и так мне помог Твой Гербер Очень много для меня сделал Кто тебя выдал из него? Отец? Ты же понимаешь Что сама бы я за него не вышла Они между собой договорились Я невольно послушала их разговор Понимаешь Это была не ошибка Вас с Беловым посадили Не по ошибке Это был заказ моего отца Что ты молчишь? Ты же не сделаешь ему Ничего плохого Кому? Моему мужу Папа недавно умер Знаешь, просто Все случилось как-то так неожиданно Он просто резко сдал Черт Обещай мне, что ты не будешь Мстить Герберу Просить помилования для палачевого жертвы Типичная женская логика Твое признание несколько запоздало Но знаешь, срок давности Великая вещь Не мы с тобой придумали Не нам с тобой отменять Надеюсь, твой отец В данный момент не в раю Ну, да бог с ним И со всеми остальными Ты как? Наверное, плохо А ты мне до сих пор снишься Ты немец Бред какой-то Когда ты освободился, я Ты знаешь, я о тебе совсем ничего не знаю Зато я про тебя знаю теперь практически все И вот сейчас вижу Ты по-прежнему моя Слушай, а давай выпьем с тобой на Бордершафт? Ой, чего не сделаешь ради интервью? Эй, послушайте, не надо нас снимать Немедленно прекратите Все, все, я ухожу Ну вот Теперь завтра весь город будет говорить О нашем с тобой романе Господи Ты настолько популярен Что обывателям есть дело до твоей личной жизни Не изви Ты заметила, что мы как в юности Начинаем друг с другом прибираться И заметнее, я первый начинаю Да, я Не последний человек в этом городе И вообще в жизни Сколько гордости в голосе Я уже забыла, что ты тщеславен А я забыл, что ты единственная женщина в мире Которая может меня вывести из себя И вижу, ты в этом не изменилась Прости Я не хотела А ты помнишь, как мы с тобой расстались? Конечно, помню Ты меня бросила И уехала в эту свою тьму таракань Я? Конечно Я тебя бросила Да Потрясающе Ты все забыл Все забыл Или постарался забыть Вот теперь я верю, что ты отличный адвокат Да, все перевернешь в свою пользу Ну вот Не дадут нам здесь с тобой спокойно поговорить Плакал твое интервью И что ты предлагаешь? У тебя загранпаспорт с собой? Ну конечно, я же журналист У меня, между прочим, даже шенгенская виза есть Ух ты! Да Тогда сегодня ночью мы летим с тобой в Париж Куда? В Париж Нет Я только что с самолета Я даже с сыном не успела повидаться Ничего страшного Во-первых, у тебя еще два часа А во-вторых, это ненадолго Угу Давай решайся, решайся Ты же профи Ты же не можешь не выполнить редакционов задания Просто таки мастер убеждения Получается, ты моя сестра Ты беременна Боже мой Ты все сказал? Что нам теперь делать? Боже мой Теперь слушай внимательно меня, Денис Васильев Ты просто испугался Ты испугался, что я беременна? Нет, боже мой Ты боишься моих родителей Ты боишься моего жестокого отца Боишься пьяницу мать Ты придумал эту нелепую историю про наших родителей Потому что ты мне врешь! Ты врешь, как все! Юля! Юля, ну… Что, Юля? Я девятнадцать лет, Юля! И уже поняла, что верить никому нельзя, кроме себя Я ухожу Может быть даже к Белову Что? Что? Что ты делаешь, Юля? Ты трогай меня По крайней мере, он сможет меня защитить кулаками Юля, не делай этого, Юля ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло Алло, Белов? Да, я Это Юля Гербер Нам нужно встретиться Да? Втроем, что ли, опять с Васильевым? Нет, я буду одна Хорошо, где? Я буду в клубе Подожди, я сейчас буду Что же ты делаешь? В следующий раз придумай что-нибудь пооригинальнее Юля А abstract there давно далее Я пойду А 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 Давайте, ребята, давайте, давайте. Вот. Опа. Так-так-так-так. Давайте, ребята, давай. Опа. А че мы не спим? Где Юлька? А она на дискотеку ушла. Не волнуйся, придет, никуда не денется. Так, это что такое? Почему они здесь? Мам, ну не выгоняй Бонни и Клайда, пожалуйста. На улице холодно и… А ты что, с папой поссорилась? Ты опять напилась? Нет. Слушай, я тебе обещаю, я больше не буду пить, мы будем заниматься спортом и ходить в бассейн. Ты это уже обещала сто раз. Ты с папой помирилась? Помирилась. Не врешь? Нет. Ладно, пускай вот эти вот чудовища ночуют здесь, только я тебя очень прошу. Вытри им лапы. Правда, пойдем завтра куда-нибудь погуляем, на картах покатаемся. Мамочка, ты супер! И еще я хотел в зоомагазин для Бонни и Клайда кое-что купить. И еще я хотел в диске… Все-все-все-все купим. Все, что хочешь. Мир. Мир. Душь. Девкана, лейми! Стас, не меня потерял ли? Да не трогай его, ты что, не видишь, что он Юльку свою ищет? А где Юлька? Слушай, я ее с Васильевым видела, на ней было улетное платье. Уилба у тебя папик Гербер и ты бы так улетала. А куда она пошла? Молчи-молчи, у него уже глаза повелели, еще он закрытет. Подожди, а куда она пошла, скажи? Слушай, в универе, в Свере я их видела, но это было давно, их, наверное, уже там нет. Да, пойдем потанцуем. Стас, стас! Глеб Владимирович. Привет, привет. Рад, рад. Вы уж простите, что отнимаю ваше драгоценное, я понимаю, душа тянется к столу. Да, да, да. Но хозяина очень-очень просили, как придете в синепременнейший, чтоб вы зашли к нему в вип-зал. Зачем? Не говорил? Должок там за вами накопился, Глеб Владимирович. Ну, я дам. Ты же знаешь, я всегда даю. Да как не знать, Глеб Владимирович? Но слово хозяина для нас закон, а мы люди маленькие. Давайте-ка я вас провожу. Здравствуйте. Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Виктор фон Браун. А, Герр Браун? Не ожидал. У меня весьма разнообразные интересы, Глеб Владимирович. Это казино — моя собственность. Одна из. Юристу такого масштаба нужно лучше изучать досье противников по судебному процессу. Ну, это я так, брюжу. Мне доложили за вами должок, голубчик. Так я верну. Я всегда возвращаю. Это вы по мелочи возвращали. А теперь крупная сумма набежала. Я отдам. Я все отдам. Ой, мам, больно. Больно. У меня есть к вам предложение. Отпустите. Я многое могу. Гербер мне доверяет. Через меня проходят все сделки. С места про сделки, пожалуйста, поподробнее. А, вот ты где. Позвала? Я передумала. Белов, отвали. Ты что, прикалываешься, что ли? Ты же сама меня позвала. Да пошел ты, Белов, у тебя воняет. Воняет, да? Воняет. Воняет. Воняет, да? Воняет. Воняет. Пусти, сказал. Пусти меня. Пусти. О, привет. А что это ты между Джулией поссорились? Нет, твои проблемы. Она, Василия, у тебя просто неровно дышит. Что ты выясняешь? Может, ты уже свободен? А Джулия у нас сегодня на расхват. Кто-то, кто-то ищет. Теперь ты. Может, ты с нами пойдешь? Нет. Ну и иди. Ну и вали. Ну иди. Ну иди. Ну иди. Ну иди. Если бы ты знал, какие я тебе чудные фотографии приготовил для твоей срочной публикации. А если ты еще и статейку добавишь, то гонорар увеличится вдвое. О, так другой же разговор. Согласен, да? Ну да. Ну, я сейчас тогда подвезу. Давай. Чао. Пока. Комик. 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 Вот такая отличия. А? uktан вол Nico? Вас преутсям picомнан? Вставай, конечная, хорош по кругу ездить. Топай, топай домой. Понажираются, потом домой не хотят идти. Давай, трогай, Санек. Представляешь, Дениса так и не увидела. Дома не ночевал, телефон не отвечает, к квартире бардак. Не надо было ехать. Как-то на сердце неспокойно. Сколько лет вы ему, сына? Девятнадцать. А отец его кто? Ты его не знаешь. Да, я не хотела тебе говорить, но Денис, кажется, нашел нашу фотографию, где мы с тобой расписывались на обороте. Действительно смешно. Ты замужем? Игорь, ты меня плохо знаешь. И я однолюб. Ты хочешь сказать, что ты все эти годы прожила одна? Ой, только не надо рисовать себя крупными мазками и преувеличивать свою роль в истории. Я работала. И много работала. Я стала звездой журналистики. И потом представить себе дома человека, который все время мелькал бы перед моими глазами, и как-то не получается. Боже мой, каким я был тогда идиотом. У меня есть все. Карьера, успех, признание. Но чем дольше я живу, тем больше я сомневаюсь, что это главное. Ладно, что я тебя гружу. Прости. Прости. Володь, останови, пожалуйста. Сейчас. Володь, иди сюда. Дальше я сам поведу машину. Вот тебе деньги. Поймаешь такси. Счастливо. Удачи. Игорь, что происходит? К черту. Это Париж. Никуда мы не полетим. Поедем в Глухов. На наши места. Парк помнишь? Конечно, помню. А как же твоя работа? К черту работаю. Имею я право на личную жизнь. Париж. Париж. Мам, а я в армию пойду? Никитушка, мне кажется, тебе еще рано об этом думать А папа говорит, что в армию идут одни дураки, а умные идут учиться Да, когда это он такое сказал? Давно, я точно не помню А в армию я хочу, на границу пойду И Бонни с Клайдом с собой возьму На границе стоять буду Буду как Бэтмен Что-то я не припомню, чтобы Бэтмен служил на границе с собаками Нет, сильный как Бэтмен Защищу тебя, Юльку и папу Только Маргариту не буду, она плохая Субтитры создавал DimaTorzok 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 Домой, домой, домой Куда не пойду Быстро! Добавил субтитры создавал DimaTorzok 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 А я забыл. Ты же меня никогда ни о чём не спрашиваешь. Мам, а мы пойдём завтра в зоопарк? Хорошо, пойдём. Знаешь что, давай ты один аккуратненько покатайся, а я посмотрю. Ага. Да, Данилов. Кому? Понятно. Спасибо. Ну что там? Телефон, найденный возле трупа, принадлежит Юлии Гербер. Что у тебя? Удар был нанесён острым длинным предметом, предположительно, стелят. Понятно. Изнасилование было? Девушка незадолго до смерти имела интимное отношение, но, скорее всего, добровольное, потому что нет ни разрывов, ни повреждений. Она была беременна. Вот как? Интересно. Незамужняя, беременная, студентка. Что это такое? Да, кинологи принесли. Собака нашла в кустах, недалеко от пострадавшей. Давай посмотрим. Так, это тебе. Кстати, беременность могла быть причиной конфликта, например, с отцом будущего ребёнка. Вот и первая фамилия. Денис Васильев. Студент юрфака. Васильева Гербер. Гербер? Угу. Ну-ка, ну-ка. Так, интересный тут ещё. Гербер. Опа. Борисыч, похожее орудие убийства. Предполагаемое. Гербер. 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 Нет, подъём, давай, поднимайся, давай, поднимайся! Давай, вставай! Бегом, 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 вставай! Смотри, что творится! Собирай вещи, давай! Поднимайся, я тебе говорю, пошли! Забирай, забирай, забирай! Всё-всё, разберёмся, сейчас! Давай, забирай, забирай, идём! Мам, смотри! Я здесь! Вот так встреча! Ты что, за мной следишь? Запомни, между нами вчера ничего не было. Это многолетний брак с юристом сделал тебя такой подозрительной? Зачем ты пришёл? У тебя какое-то дело ко мне? Акенте, у нас с тобой нет будущего. Ну и где здесь Гербер-младший? Вон, в серой кепке катается. Ой-ой-ой! У тебя и дочь ещё есть? Да, у меня дочь, сын и вообще у меня семья. А по-моему, нет у тебя никакой семьи. Слушай, я не понимаю, ты зачем пришёл? Меня обижать? Знаешь, я вдруг захотел увезти тебя отсюда. Да, только я не верю, мне нельзя, когда не нужно бросить, а когда нужно подобрать. Я тебя не бросал. Я тебя не бросал. Слушай, а ты смогла бы со мной уехать? Проблема в том, что я не знаю никакого фон Брауна. Когда-то очень давно я знала одного хорошего парня, Викентия Чухонцева. Я его очень любила, хотела за него замуж. И нарожать ему кучу детей. Но я, Виктор фон Браун, только по паспорту. Да, но только теперь у меня есть дети, и они очень любят своего отца. Уфидерзейн, Герр Браун. Уфидерзейн. Второй день не могу дозвониться до Дениса. В чём же дело, а? А что говорят-то? Говорят, что вне зоны досягаемости. Ну, что в переводе означает, что твой сын уже взрослый. У него случаются такие ситуации, когда мобильник только мешает. Ну, перестань, что ты так волнуешься-то? Ну, может, он его просто отключил, как я сейчас. Есть у него девушка? Не знаю. Но в последнее время по телефону он говорил какими-то всё загадками. Обещал при встрече всё рассказать. Ну, вот видишь. До сих пор у нас с ним не было друг от друга никаких тайн. А моя Юлька со мной вообще не общается. Но я сам виноват. Меня дома никогда нет. Она тут как-то хотела со мной отношения наладить. Я не понял, она замкнулась. Но теперь всё будет по-другому. В эту запутанную историю нужно внести ясность. Я не понимаю, как дочка Гербера, если это, конечно, она могла оказаться одна ночью в парке. Известная в городе семья. Отец-адвокат. Мамки, няньки, телохранители всякие. Ты знаешь, а я, кстати, звонил в деканат по поводу Юлии Гербера. Ну? Ну, там сказали, ну, толковая девочка была, но как бы это поточнее выразиться, импульсивная. Ты знаешь, что самое неприятное в нашей работе? Перестрелка, что ли? Как по мне, так легче назвать немногочисленные, положительные какие-то случаи. Если бы я не был таким дураком молодости, я бы, конечно, никогда не пошёл сюда. Как говорит мой умный сын, нужно или создавать ценности, или охранять людей, которые их создают. По его мнению, только в этом смысл жизни. А мы с тобой чем занимаемся? Ну, вот как сейчас прийти, к её матери сказать, придите, опознайте вашу дочь. А? Нет, ну разве к этому можно? Этот Гербер как сквозь землю провалился. Ну, не берёт он трупку и всё тут. По мне, так лучше перестрелка. Чего? Садись! Рита, мы пришли. Мам, вот это здорово, мы погуляли. Что-то всё падает. А что ты был за дядя, с которым ты разговаривала? А, это мой старый знакомый. Мы с ним когда-то работали. О, а Маргарита у нас ушла на рынок. Ну что, будем обедать? Блинчики испечь? Да, я люблю, когда ты сама. А то у Маргариты они как резинка. Слышь, Никита, а ты не знаешь, с кем Юлька ушла? Ты ей звоню-звоню, а она трубку не берёт. А, она с моим новым братом. Его Денис зовут. Ты не переживай, она с ним не пропадёт. Слушай, какой брат, чё ты вдумываешь? Ты не волнуйся, он надёжный парень. Юлька со мной совсем не разговаривает. Она что, на меня обиделась, да? Это из-за того, что ты пьёшь. Никит, ну мы же с тобой договорились. Кто старое помянет, тому... Мам, ну ты помирись с Юлей, пожалуйста. Никита, я тебе обещаю, я обязательно с ней помирюсь. И вообще у нас теперь всё будет по-другому, всё будет хорошо. Понимаешь? А я вот не понимаю, почему Юлька телефон отключила. Ладно, давай иди наверх, а я пока блинчики испеку. Я тебя позову. Угу. Ночное небо, в звёздных снах, обрывки фраз, пони выкрёб твоих глазах. Извините, я без приглашения, дверь была не заперта. Подполковник милиции Данилов. А что случилось? Мне нужно с вами поговорить. Вы разрешите? Ну да, пожалуйста. Спасибо. Доволен? Отличные фотки. Относительно поставленной задачи выполнено на все сто процентов. Обо мне ты хоть подумал? Я только о вас и думаю. Согласно штатного расписания и заработной платы. Если вы переживаете по поводу идентификации, то тут всё тип-топ. Вас же здесь ни одна собака не узнает. А дамочка во всей красе. Да уже шум по городу идёт. Зря я всё-таки подал с твоим уговором. Но дело уже сделано. Как говорится, снявши голову, а прически не плачут. Мне тут один человек из милиции встречку назначил. Я думаю, что он будет что-то о вас выведывать. Ты только говори меньше, а слушай больше. Иди. Подполковник Данилов, подготовьте тело Юлии Гербер для опознания. Господи, господи, что он, что он сказал, этот человек? Юлька. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Юлии Гербер для опознания. Никита. Никит, я сейчас уеду. А что это такое? Что это такое? Откуда это у тебя? По электронке пришло. Господи, прекрати это смотреть. Вы все врёте. Все. И ты, и папа. Рикита, я тебя прошу. Убирайся. Уходи отсюда. Уезжай. Я сейчас приеду, мы на всём разберёмся. Никита, не кричи, пожалуйста. Это только не сейчас. Уходи. Я не хочу тебя видеть. Уходи. Посмотри, наша лодка. Помнишь? Не может быть. Угу. Двадцать лет прошло. Это наша лодка? Да. Она. Потрясающе. Что с ней стало? Вот что бывает с теми, кто пытается вернуть прошлое. А ты помнишь, как мы научились открывать замок тайком от хозяина и катались на ней по ночам? Помнишь? И один раз чуть не утонули, когда поздно заметили, что в ней течь. Я тогда американскую трагедию прочитала. Там эпизод был, когда герой катает по озеру на лодке свою беременную невесту, а потом топит её. Вот я подумала, а вдруг он тоже хочет избавиться от меня, возьмёт и утопит. Поэтому ты от меня сбежала, испугалась. Алена, до вчерашнего дня моя жизнь мне казалась конченной, потеряла всякий смысл. Я всё куда-то стремился, летел, как стрела из лука, были цели, амбиции. А потом, бах, стрела воткнулась в дуб, полёт закончился. Конец, финиш. Лететь больше некуда, а главное, не для кого. Ты так поэтично говоришь о простой, банальной, житейской ситуации. Ты не любишь свою жену, а жена не любит тебя. А вместе вы не любите своих детей. Ну, дети тут ни при чём. Но они страдают от ваших отношений. Почему вы не расстались, когда поняли это? Ты не была в этой ситуации. Формулировка неточна. Просто в своё время я не позволила поставить себя в подобную ситуацию. Я вас довезу, Алисия Ивановна. Садитесь, пожалуйста. Ты меня спрашивала, помню ли я, как мы с тобой расстались. Конечно, помню. Мне просто очень тяжело об этом говорить. Я знаю, что очень сильно виноват перед тобой. Скажи только честно. Вот если бы можно было всё вернуть, все эти годы назад, ты бы поступил точно так же? Бросил бы меня и женился по расчёту? Да, я, наверное, поступил бы так же. По крайней мере, честно. Мне казалось, что если я крепко встану на ноги, я смогу вернуть тебя. Но не смог. Не смог. Может быть, просто не пытался? Ты уж не казни меня. За все эти годы я отбыл все сроки наказания в собственной семье, как в колонии строгого режима. Алена. Алена, вот теперь я хочу всё изменить, как бы это ни было тяжело. Ты веришь мне? Наверное, это моя самая большая ошибка. Но я всё ещё верю тебе. И по-прежнему тебя люблю. Узнаёте ли вы потерпевшую? Юлька. 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 Юль. Олеся Ивановна. Юля! Юля, вставай. Допустите меня. Алисия Ивановна, успокойтесь. Пойдёмте. Юля. Юлечка. Юля, допустите меня. Я ищу волоса. Юля. Юля, вази домой, Юля. 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 Знаешь, чего я хочу сейчас больше всего на свете? Ты помнишь? Двадцать лет прошло. У меня всегда для тебя будут яблоки, Ева. Чего? Ну чего ты? Я просто вспомнила. Ты помнишь, помнишь, как ты на утреннике посылал меня привести в первый раз? Помнишь? Ага. Потом воспитательница вызвала моего отца и нажаловалась, что его сын пристает к девочкам. И что тебе на это сказал твой отец? Он сказал, молодец, сынок. Он сказал, молодец, сынок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мама, что со светом? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мам. 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 Вау! Здравствуй, Борис. Здравствуй, Саша. Ну, как она? Она жива, но дела плохи. Даже если выживет, то возможны необратимые изменения в мозговой деятельности. Ты знаешь, я тебе честно скажу. Слушай, такой несчастный случай с электричеством, в моей практике впервые. Я ничего не понимаю. Может, это самоубийство? Возможно. Очень похоже. Кроме шока от удара электричеством, у нее сильнейшая интоксикация организма. Транквилизаторы и алкоголь, в дозах, превышающих все допустимые нормы. Сейчас к ней применяют интенсивную терапию, шансы невелики, к сожалению. Ага. Муж знает или нам позвонить? А? Нет, нет, не надо. Не надо, я, я сам. Попрошу. Попрошу. Что там? Что за странное место? Почему не в офисе? Да вот, хочу, чтобы вы полюбовались своим новым приобретением. Не компостируй мне мозги, Глеб. Выражайся проще. Что значит мое приобретение? Мы же суд проиграли? Благодаря, между прочим, вашей конторе. Вам в общих чертах или поподробнее? В общих. Поподробнее в офисе. Здесь все. Хочешь сказать, что нашел лазейку, и я смогу выиграть дело в апелляционном суде? Вот именно. Только делать это нужно быстрее, пока Гербера нет. Он куда-то исчез. Телефон молчит. В Париж не прилетел. Партнеры в недоумении. Я подозреваю, что он не один, поэтому не волнуйся. Я помогу вам составить встречный иск. Только делать это нужно, немедленно. Но эти два предприятия переданы как бы за долги активы порта. И Гербер скрепил эту сделку своей подписью. Ты хоть понимаешь, что это миллионы долларов? Да, его подпись под документами. А в такой ситуации лучше потереть деньги, чем признать себя участником аферы. Ай да Глеб, ай да молодца. Развел таки своего шефа. Но ведь и Гербер, мужчина ушлый, раскусит, нефиг делать. Не боишься? Ему будет не до этого. Почему? Мне звонили из милиции, просили, чтобы я его разыскал. Его дочь убили. А жена пыталась покончить с собой. И сейчас в реанимацию. Черт! А вы-то тут при чем? Поехали! Вот объясни мне, дураку, Борисыч. Если нож, который мы нашли, действительно является орудием убийства, то почему Васильев положил его в рюкзак, а не выбросил? И отпечатков пальцев на нем нет? Да, нелогично. Нелогично. Слушай, а может допросим этого фон Брауна? Кого? Это я. Я перезвоню попозже. Кого? Виктора фон Брауна. Точнее Виктора, немецко-подданного. Он имеет у нас кое-какие активы, владелец заводов, газет, пароходов. Кстати, недавно он проиграл суд по делу о приватизации порта и проиграл из-за Гербера. Мог мстить? Мог. Мог. На, смотри. Что это? Вот с ней еще один доброжелатель. Вот эта дамочка, очень непростая штучка. А фон Браун немец, оставь ты его в покое, иначе мы потом с тобой вони не оберемся. Ну пойми ты, Борисыч, я нюхом чувствую, что он причастен к этому. Ну а доказательства у тебя есть? А у тебя есть уверенность, что все, что произошло с Олесей, это попытка самоубийства, а не покушение? У тебя есть уверенность, что фон Браун к этому не причастен? У меня лично нет никакой. Так, интересное у нас с тобой дело получается. Вместо того, чтобы давать четкие доказательства и факты, мы в дело подощем твой прекрасный нюх. Ну при чем здесь мой нюх, Борисыч? Все, все, закрыли тема. Надо же, какая тишина. Ни пустой болтовни, ни пьяных истерик, ни телефонных звонков. Я уже и забыл, как это бывает. Так бы и прожил остаток жизни в этой глуши. А ты супы умеешь готовить? Прекрасно. А что, давай ты будешь варить супы, выращивать цветы, а я пойду сторожем. А что, милое дело, будешь любить сторожа. Я боюсь, что ты не выдержишь долго. Так, до первого суда. Вот, суд. Кстати, как там Глеб? Как же там Глеб? А справляется ли? А справляется ли? Сейчас узнаем. Давайте узнаем. Сейчас мы узнаем, узнаем, узнаем. Алло, Глеб, это я. У меня был выключен телефон. Как? Что случилось? Игорь, что случилось? Погибла моя дочь. Жена в реанимации. А что же ты стоишь, а? Собирайся. Куда? Как куда? О, Господи. Да собирайся же ты. Как куда? Как куда? Собирайся. Ты сейчас поедешь, возьмешь такси. Я сама, я сама вызову тебе такси. Игорь, ты нужен своей жене, понимаешь ты это или нет? Все, собирайся. Как же так, Алисия, что ж ты наделала? Я чем-то могу помочь. Все меры приняты, отойдите, вы мешаете транспортировке. Доктор, может нужны деньги? Скажите, мои ли оборудования хорошие, я могу привезти из Германии? Это вопрос не ко мне, а к руководству больницы. Деньги здесь не помогут. Георгий, ты на месте? Дождись меня. Как это произошло? Юлю два дня назад нашли возле университета с лошевым ранением. Алисия Ивановна в реанимации, в гиперклинической. Я сейчас соединю. А где Никита? Никита дома. Есть больница? Да, соединяй и будь на связи. Да, хорошо. Алло? Моя фамилия Гербер. Кто, простите? Игорь Гербер. Да, у вас моя жена. Александр Васильевич. Побыстрее. Здравствуйте, Игорь Герберич. Как она? Положение критическое, вам нужно поторопиться. Что? Положение критическое, вам нужно поторопиться. Я понял. Сейчас буду. Глеб? Да. Немедленно вызови ко мне домой охрану и сам идти сюда. К Никите никого не подпускать. Кто бы не захотел его увидеть. Понял. Я в больницу. Разве я тебе заказывал Олесю и Юлию? Ты ублюдок. Мне еще только в этой стране мокрухи не хватало. Ты понимаешь, что ты меня достал уже своими выходками? Какими выходками? Я относить при чем? А кто? Кто? Что вы меня трясете? Вы меня выслушайте, шеф. У меня есть вот человек в милиции. Вот, посмотрите. Узнаете, кто это? Это Гербер и Алена. А это вот дочь Гербера, Юля. А это сын Алены, Денис Васильев. И, между прочим, по показаниям свидетелей, у них роман. Также на месте преступления нашли рюкзак, в котором оказалась вот эта вот фотография. И еще в нем был дневник Алены. И в нем подробно все описано, как все эти романтические отношения происходили с тем же самым Гербером. Дальше. А также там нашли еще и нож. Ну, в общем, я думаю, что Денис мог догадаться, что Юля его кровная сестра. Ну, а он уже с ней переспать успел. Вот такие вот страсти получаются. Арестован этот ублюдок? Не, парень оказался прыткий. Подался в бега. Найди мне его. Найди и закопай. Кит, это Денис. Я его ненавижу. Кого? Отец-предатель. Я знаю. Я знаю, это мама из-за него. Маму везла скорая. Ничего не бойся. А ты где? Я сейчас приеду. Девушка, где здесь дежурка? Вон там. Скажите, в какой палате Гербер, Олеся? Здесь. Спасибо. Но туда нельзя. Можно. Олеся. Игорь. Как же так? Миленькая ты моя, Олеська. Олеська, солнышко ты моя. Не умирай, пожалуйста. Я тебя прошу. Игорь, Игорь, это не Браун. Это Викентий. Он вернулся за тобой, Игорь. Он вернулся. Он вернулся за тобой, Игорь. Игорь, он вернулся за тобой. Доктор, доктор, ей плохо. Быстрее, да что же. Подождите в коридоре. Подожди меня. Кодик, лань, тихо. Я сейчас выйду. Да, Глеб, я поняла. Вы за мальчишкой присматриваете? Он на себя наверху. Я забыл сказать, что вы в целях безопасности. Еще собак выпустили. Хорошо? Хорошо. А вы когда будете? Уже подъезжаем. Хорошо. Боник, лань, тихо. Боник! Сейчас, сейчас, иду, иду. Сейчас выпускаю вас. Давай, гулять. Спасибо. Стой, 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 стой! Черт! Не набегались. Куда гулять? Алло, милиция. Только что из дома был похищен ребенок. Никита Гербер. Ему десять лет. Его увезли на автомобиле Жигули, шестерка. Номер? Номер я не рассмотрел. Фамилия Гербер, я же сказал. Моя? Давай, давай, молодцы. Давай, давай, залезай. Залезай, давай, давай, давай. Давай, давай, молодец. Дениска. 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 Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Здравствуйте. Я из милиции. Подполковник Данилов. Господи, а что еще случилось? Вы разрешите? Да. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Давай сюда. Слушай, тебе Юлька вчера не звонила? Так она же на дискотеку шла и сказала, что переночует у подруги Ксюши. Ну ты молодец, брат. Чего ж ты раньше не искал? Ну я же волнуюсь. А я забыл. Ты же меня никогда ни о чем не спрашиваешь. Мам, а мы пойдем завтра в зоопарк? Хорошо, пойдем. Знаешь что, давай ты один аккуратненько покатайся, а я посмотрю. Ага. Да, Данилов. Кому? Понятно. Спасибо. Ну что там? Телефон, найденный возле трупа, принадлежит Юлии Гербер. Что у тебя? Удар был нанесен острым длинным предметом, предположительно, стелят. Понятно. Изнасилование было? Девушка незадолго до смерти имела интимное отношение, но скорее всего добровольное, потому что нет ни разрывов, ни повреждений. Она была беременна. Вот как? Интересно. Незамужняя, беременная, студентка. Ха. Че это такое? Да, кинологи принесли. Собака нашла в кустах, недалеко от пострадавшей. Давай посмотрим. Угу. Так, это тебе. Кстати, беременность могла быть причиной конфликта, например, с отцом будущего ребенка. Вот и первая фамилия. Денис Васильев, студент юрфака. Васильева Гербер. Гербер? Угу. Ну-ка, ну-ка. Так, интересный тут еще. Гербер. Опа. Борисыч, похоже, орудие убийства. Предполагаемое. Гражданин, подъем. Давай, 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 что-то наше с руками, давай, поднимайся. Добимся. Они в лицаре и врачи. Давай, вставай. Ой, куча-то тебе. Бегом, 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 вставай. Смотри, что творится. Собирай вещи, давай. Поднимайся, я тебе говорю. Иди куча-то. Пошли. Забирай, забирай. Все, все, разберемся, куча. Давай, забирай, забирай, Гербер. Мам, смотри. Я здесь. Вот так встреча. Ты что, за мной следишь? Запомни, между нами вчера ничего не было. Это многолетний брак с юристом сделал тебя такой подозрительной? Зачем ты пришел? У тебя какое-то дело ко мне? Никите, у нас с тобой нет будущего. Ну и где здесь Гербер-младший? Вон в серой кепке катается. Ой, ой, ой. У тебя и дочь еще есть? Да, у меня дочь, сын и вообще у меня семья. А по-моему, нет у тебя никакой семьи. Слушай, я не понимаю, ты зачем пришел? Меня обижать? Знаешь, я вдруг захотел увезти тебя отсюда. Да, только я не верю, мне нельзя, когда не нужно бросить, а когда нужно подобрать. Я тебя не бросал. Слушай, а ты смогла бы со мной уехать? Проблема в том, что я не знаю никакого фон Брауна. Когда-то очень давно я знала одного хорошего парня, Викентия Чухонцева. Я его очень любила, хотела за него замуж и нарожать ему кучу детей. Но я, Виктор фон Браун, только по паспорту. Да, но только теперь у меня есть дети, и они очень любят своего отца. Уфидерзейнгер, Браун. Уфидерзейнгер. Второй день не могу дозвониться до Дениса. В чем же дело, а? А что говорят-то? Говорят, что вне зоны досягаемости. Ну, что в переводе означает, что твой сын уже взрослый. У него случаются такие ситуации, когда мобильник только мешает. Ну, перестань, что ты так волнуешься-то? Ну, может, он его просто отключил, как я сейчас. Есть у него девушка? Не знаю. Но в последнее время по телефону он говорил каким-то все загадками. Обещал при встрече все рассказать. Ну, вот видишь. До сих пор у нас с ним не было друг от друга никаких тайн. Моя Юлька со мной вообще не общается. Но я сам виноват. Меня дома никогда нет. Она тут как-то хотела со мной отношения наладить. Я не понял, она замкнулась. Но теперь все будет по-другому. В эту запутанную историю нужно внести ясность. Я не понимаю, как дочка Гербера, если это, конечно, она могла оказаться одна ночью в парке. Известная в городе семья. Отец адвокат. Мамки, няньки, телохранители, всякие. Ты знаешь, а я, кстати, звонил в деканат по поводу Юлии Гербера. Ну? Ну, там сказали, ну, толковая девочка была. Но как бы это поточнее выразиться, импульсивная. Да. Ты знаешь, что самое неприятное в нашей работе? Перестрелка, что ли? Как по мне, так легче назвать немногочисленные, положительные какие-то случаи. Если бы я не был таким дураком молодости, я бы, конечно, никогда не пошел сюда. Как говорит мой умный сын, нужно или создавать ценности, или охранять людей, которые их создают. По его мнению, только в этом смысл жизни. А мы с тобой чем занимаемся? Ну, вот как сейчас прийти, к ее матери сказать, придите, опознайте вашу дочь. А? Нет, ну, разве к этому можно? Этот Гербер как сквозь землю провалился. Ну, не берет он трупку и все тут. По мне, так лучше перестрелка. Чего? Садись! Рита, мы пришли. Мам, вот это здорово, мы погуляли. Что-то все падает. А что это был за дядя, с которым ты разговаривала? А, это мой старый знакомый. Мы с ним когда-то работали. О, а Маргарита у нас ушла на рынок. Ну что, будем обедать? Блинчики испечь? Да, я люблю, когда ты сама. А то у Маргариты они как резинка. Слышь, Никита, а ты не знаешь, с кем Юлька ушла? Ты ей звоню-звоню, она трубку не берет. А, она с моим новым братом. Его Денис зовут. Ты не переживай, она с ним не пропадет. Слышь, какой брат, что ты вдумываешь? Ты не волнуйся, он надежный парень. Юлька со мной совсем не разговаривает. Она что, на меня обиделась, да? Это из-за того, что ты пьешь. Никит, ну мы же с тобой договорились. Кто старая помянет, тому... Мам, ну ты помирись с Юлей, пожалуйста. Никита, я тебе обещаю, я обязательно с ней помирюсь. И вообще у нас теперь все будет по-другому, все будет хорошо. Понимаешь? А я вот не понимаю, почему Юлька телефон отключила. Ладно, давай иди наверх, а я пока блинчики испеку. Я тебя позову. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Ночное небо в звездных снах Опривки фраз Паны выкрел в своих глазах Извините, я без приглашения, дверь была не заперта. Подполковник милиции Данилов. А что случилось? Мне нужно с вами поговорить, вы разрешите? Ну да, пожалуйста. Спасибо. Доволен? Отличные фотки. Относительно поставленной задачи выполнено на все сто процентов. Обо мне ты хоть подумал? Я только о вас и думаю. Согласно штатного расписания и заработной платы. Если вы переживаете по поводу идентификации, то тут все тип-топ. Вас же здесь ни одна собака не узнает. А дамочка во всей красе. Да уже шум по городу идет. Зря я все-таки подался твоим уговорам. Но дело уже сделано. Как говорится, снявши голову, а прически не плачет. Мне тут один человек из милиции встречку назначил. Я думаю, что он будет что-то о вас выведывать. Ты только говори меньше, а слушай больше. Иди. Подполковник Данилов, подготовьте тело Юлии Гербер для опознания. Господи. Господи, что он, что он сказал, этот человек? Юлька. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Никита. Никит, я сейчас уеду. А что это такое? Что это такое? Откуда это у тебя? По электронке пришло. Господи, прекрати это смотреть. Вы все врёте. Все. И ты, и папа. Никита, я тебя прошу. Убирайся. Уходи отсюда. Уезжай. Я сейчас приеду, мы на всём разберёмся. Никита, не кричи, пожалуйста. Только не сейчас. Уходи. Я не хочу тебя видеть. Уходи. Посмотри, наша лодка. Помнишь? Не может быть. Угу. Двадцать лет прошло. Это наша лодка? Да. Она. Потрясающе. Что с ней стало? Вот что бывает с теми, кто пытается вернуть прошлое. А ты помнишь, как мы научились открывать замок тайком от хозяина и катались на ней по ночам? Помнишь? И один раз чуть не утонули, когда поздно заметили, что в ней течь. Я тогда американскую трагедию прочитала. Там эпизод был, когда герой катает по озеру на лодке свою беременную невесту, а потом топит её. Вот я подумала, а вдруг он тоже хочет избавиться от меня, возьмёт и утопит. Поэтому ты от меня сбежала, испугалась. Алёна, до вчерашнего дня моя жизнь мне казалась конченной, потеряла всякий смысл. Я всё куда-то стремился, летел, как стрела из лука. Были цели, амбиции. А потом, бах, стрела воткнулась в дуб, полёт закончился. Конец, финиш. Лететь больше некуда, а главное, не для кого. Ты так поэтично. Ты говоришь о простой, банальной, житейской ситуации. Ты не любишь свою жену, а жена не любит тебя. А вместе вы не любите своих детей. Ну, дети тут ни при чём. Но они страдают от ваших отношений. Почему вы не расстались, когда поняли это? Ты не была в этой ситуации. Формулировка неточна. Просто в своё время я не позволила поставить себя в подобную ситуацию. Я вас довезу, Алиси Ивановна. Садитесь, пожалуйста. Ты меня спрашивала, помню ли я, как мы с тобой расстались. Конечно, помню. Мне просто очень тяжело об этом говорить. Я знаю, что очень сильно виноват перед тобой. Скажи только честно. Вот если бы можно было всё вернуть все эти годы назад, ты бы поступил точно так же? Бросил бы меня и женился по расчёту? Да, я, наверное, поступил бы так же. По крайней мере, честно. Мне казалось, что если я крепко встану на ноги, я смогу вернуть тебя. Но не смог. Не смог. Может быть, просто не пытался? Ты уж не казни меня. За все эти годы я отбыл все сроки наказания. В собственной семье, как в колонии строгого режима. Алёна, вот теперь я хочу всё изменить. Как бы это ни было, тяжело. Ты веришь мне? Наверное, это моя самая большая ошибка. Но я всё ещё верю тебе. И по-прежнему тебя люблю. И по-прежнему тебя люблю. Узнаёте ли вы потерпевшую? Узнаёте ли вы потерпевшую? Юлька. 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 Юль. Олеся Ивановна. Юля! Юля, вставай. Допустите меня. Алисия Ивановна, успокойтесь. Пойдёмте. Юля. Юлечка. Юля, допустите меня. Юля, я ежу голодно. Всё. Юля. Юля, вожди домой, Юля. Тише. Юля. Знаешь, чего я хочу сейчас больше всего на свете? Ты помнишь? Двадцать лет прошло. У меня всегда для тебя будут яблоки. Ева. Двадцать лет прошло. Чего? Ну чего ты? Я просто вспомнила. Ты помнишь? Помнишь, как ты на утреннике посылал меня привезти в первый раз? Помнишь? Потом воспитательница вызвала моего отца и нажаловалась, что его сын пристает к девочкам. И что тебе на это сказал твой отец? Он сказал, молодец, сынок. Ты на утреннике? Ты да, я тебя на утреннике? Да? КОНЕЦ 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 Мама! Мама, что со Светом? Мама! 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 Вау! Здравствуй, Борис. Здравствуй, Саша. Ну, как она? Она жива, но дела плохи. Сейчас. Даже если выживет, то возможны необратимые изменения в мозговой деятельности. Ты знаешь, я тебе честно скажу, такой несчастный случай с электричеством в моей практике впервые. Я ничего не понимаю. Может, от самоубийства? Возможно, очень похоже. Кроме шока от удара электричеством у нее сильнейшая интоксикация организма. Транквилизаторы и алкоголь в дозах, превышающих все допустимые нормы. Сейчас к ней применяют интенсивную терапию. Шансы невелики, к сожалению. Ага. Муж знает? Или нам позвонить? А? Нет. Нет, не надо. Не надо. Я, я сам. Попрошу. Что там? Что за странное место? Почему не в офисе? Да вот хочу, чтобы вы полюбовались своим новым приобретением. Не компостируй мне мозги, Глеб. Выражайся проще. Что значит мое приобретение? Мы же суд проиграли. Благодаря, между прочим, вашей конторе. Вам в общих чертах или поподробнее? В общих. Поподробнее в офисе. Здесь все. Хочешь сказать, что нашел лазейку, и я смогу выиграть дело в апелляционном суде? Вот именно. Только делать это нужно быстрее, пока Гербера нет. Он куда-то исчез. Телефон молчит. В Париж не прилетел. Партнеры в недоумении. Я подозреваю, что он не один, поэтому не волнуйся. Я помогу вам составить встречный иск. Только делать это нужно. Немедленно. Но эти два предприятия переданы как бы за долги активы порта. И Гербер скрепил эту сделку своей подписью. Ты хоть понимаешь, что это миллионы долларов? Да, его подпись под документами. А в такой ситуации лучше потереть деньги, чем признать себя участником аферы. Ай да Глеб, ай да молодца. Развел таки своего шефа. Но ведь и Гербер, мужчина ушлый, раскусит, нефиг делать. Не боишься? Ему будет не до этого. Почему? Мне звонили из милиции, просили, чтобы я его разыскал. Его дочь убили. А жена пыталась покончить с собой. И сейчас в реанимацию. Черт! А вы-то тут при чем? Поехали! Вот объясни мне, дураку, Борисович. Если нож, который мы нашли, действительно является орудием убийства, то почему Васильев положил его в рюкзак, а не выбросил? И отпечатков пальцев на нем нет? Да, нелогично. Нелогично. Слушай, а может допросим этого фон Брауна? А? Кого? Это я. Я перезвоню попозже. Кого? Виктора фон Брауна. Точнее, Виктора, немецко-подданного. Он имеет у нас кое-какие активы, владелец заводов, газет, пароходов. Кстати, недавно он проиграл суд по делу о приватизации порта. И проиграл из-за Гербера. Мог мстить? Мог. Мог. На. Смотри. Что это? Вот с ней еще один доброжелатель. Вот эта дамочка, очень непростая штучка. А фон Браун немец, оставь ты его в покое, иначе мы потом с тобой вони не оберемся. Ну пойми ты, Борисыч, я не ухом чувствую, что он причастен к этому. Ну а доказательства у тебя есть? А у тебя есть уверенность, что все, что произошло с Олесей, это попытка самоубийства, а не покушение? У тебя есть уверенность, что фон Браун к этому не причастен? У меня лично нет никакой. Так, интересное у нас с тобой дело получается. Вместо того, чтобы давать четкие доказательства и факты, мы в дело подошлем твой прекрасный нюх. Ну при чем здесь мой нюх, Борисыч? Все, все, закройте. Надо же, какая тишина. Ни пустой болтовни, ни пьяных истерик, ни телефонных звонков. Я уже и забыл, как это бывает. Так бы и прожил остаток жизни в этой глуши. А ты супы умеешь готовить? Прекрасно. А что, давай ты будешь варить супы, выращивать цветы, а я пойду сторожем. А что, милое дело, будешь любить сторожа. Я боюсь, что ты не выдержишь долго. Так, до первого суда. Вот суд. Кстати, как там Глеб? Как же там Глеб? А справляется ли? А справляется ли? Сейчас узнаем. Давайте узнаем. Сейчас мы узнаем, узнаем, узнаем. Алло, Глеб, это я. У меня был выключен телефон. Как? Что случилось? Игорь, что случилось? Погибла моя дочь, жена в реанимации. А что же ты стоишь, а? Собирайся. Куда? Как куда? О, Господи. Да собирайся же ты. Как куда? Как куда? Алёна, собирайся. Ты сейчас поедешь, возьмешь такси. Я сама, я сама вызову тебе такси. Игорь, ты нужен своей жене, понимаешь ты это или нет? Алёна. Все, собирайся. Как же так, Алисия, что ж ты наделала? Я чем-то могу помочь. Все меры приняты, отойдите, вы мешаете транспортировке. Доктор, может нужны деньги? Скажите, а или оборудование? Хороший, я могу привезти из Германии? Это вопрос не ко мне, а к руководству больницы. Деньги здесь не помогут. Георгий, ты на месте? Дождись меня. Как это произошло? Юлю два дня назад нашли возле университета с лошевым ранением. Алисия Ивановна в реанимации, пюроклинической. Я сейчас соединю. А где Никита? Никита дома. Есть больница? Да, соединяй и будь на связи. Да, хорошо. Алло? Моя фамилия Гербер. Кто, простите? Игорь Гербер. Да, у вас моя жена. Александр Васильевич. Да? Побыстрее. Здравствуйте, Игорь Гербер. Как она? Положение критическое. Вам нужно поторопиться. Что? Положение критическое. Вам нужно поторопиться. Я понял. Сейчас буду. Глеб? Да. Немедленно вызови ко мне домой охрану. И сам идти туда. К Никите никого не подпускать. Кто бы не захотел его увидеть. Понял. Я в больницу. Разве я тебе заказывал Олесю и Юлию? Ты ублюдок. Мне еще только в этой стране мокрухи не хватало. Ты понимаешь, что ты меня достал уже своими выходками? Какими выходками? Я здесь при чем? А кто? Кто? Ну кто? Что вы меня трясете? Вы меня выслушаете, шеф? У меня есть свой человек в милиции. Вот, вот, посмотрите. Узнаете, кто это? Это Гербер и Алена. А это вот дочь Гербера, Юля. А это сын Алены, Денис Васильев. И, между прочим, по показаниям свидетелей, у них роман. Также на месте преступления нашли рюкзак, в котором оказалась вот эта вот фотография. И еще в нем был дневник Алены. Алены. И в нем подробно все описано, как все эти романтические отношения происходили с тем же самым Гербером. Дальше. А также там нашли еще и нож. Ну, в общем, я думаю, что Денис мог, мог догадаться, что Юля его кровная сестра. Ну, а он уже с ней переспать успел. Вот такие вот страсти получаются. Арестован этот ублюдок? Не, парень оказался прыткий. Подался в бега. Найди мне его. Найди и закопай. Кит, это Денис. Я его ненавижу. Кого? Отец-предатель. Я знаю. Я знаю. Это мама из-за него. Маму увезла скорая. Ничего не бойся. А ты где? Я сейчас приеду. Девушка, где здесь дежурка? Вон там. Скажите, в какой палате Гербер, Олеся? Здесь. Спасибо. Но туда нельзя. Можно. Олеся. Как же так? Миленькая ты моя, Олеська. Олеська, солнышко ты моя. Не умирай, пожалуйста. Я тебя прошу. Игорь, Игорь, это не Браун. Это Викентий. Он вернулся за тобой, Игорь. Он вернулся. Он вернулся за тобой, Игорь. Игорь, он вернулся за тобой. Доктор! Доктор, ей плохо! Быстрее! Да что же! Подождите в коридоре. Подожди меня. Котик, Лайд, тихо, я сейчас выйду. Да, Глеб, я поняла. Вы за мальчишкой присматриваете? Он у себя наверху. Я забыл сказать, что вы в целях безопасности еще собак выпустили. Хорошо? Хорошо. А вы когда будете? Уже подъезжаем. Хорошо. Гоник, Лайд, тихо, Гоник! Сейчас, сейчас, иду, иду. Сейчас выпускаю вас. Давай, гулять. Спасибо. Стой, стой, стой! Черт! Не набегались! Куда гулять? Алло, милиция. Только что из дома был похищен ребенок. Никита Гербер. Ему десять лет. Его увезли на автомобиле «Жигули» «Шестерка». Номер? Номер я не рассмотрел. Фамилия Гербер, я ж сказал. Моя? Давай, 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 молодцы. Давай, залезай. Залезай, давай, давай, давай. Давай, молодец. Молодец. Дениска, Денис. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Здравствуйте, я из милиции, подполковник Данилов. Господи, а что еще случилось? Вы разрешите? Да. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok